На фотографиях со спутников видно, что вся центральная часть Балтийского моря в зелёных разводах. Это и есть токсичные цианобактерии или сине-зелёные водоросли. В этом году их концентрация может стать самой высокой за всю историю наблюдений. Эти водоросли часто присутствуют в морской или пресной воде. Проблемы возникают, если они начинают слишком сильно размножаться. Это происходит из-за долгой жары. В ближайшее время температура воды в Балтийском море может достигнуть максимума за всю историю наблюдений. В ближайшее время температура воды в Балтийском море может достигнуть максимума. В Рижском заливе был побит температурный рекорд. Вода была плюс 27 градусов. В среднем в этом году температура воды на 4 градуса выше нормы. Водоросли покрывают море от берегов Польши до Стокгольма и Финляндии. Больше всего их у берегов Дании, а также в Рижском заливе. Нормунд Скадекис проводит проверки латвийских пляжей раз в месяц. В некоторых местах из-за токсичных водорослей запрещено купаться. Эти водоросли выделяют опасные токсины, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Может серьёзно пострадать кожа человека, появится озноб. Возможно, отравление, но такие случаи бывают очень редко. Опасные водоросли распространяются и во внутренних водоёмах. Аномальная жара повлияла не только на токсичные бактерии. В некоторых латвийских озёрах и реках из-за аномальной тёплой воды завелись крабы.